Виртус ПРО В КС состав организации Возвращение, которого ждали болельщики На возвращение, которое получилось немного смазанным Виной тому расставание фанатов со своим любимцем Романом Хакер Абрамовым И неутешительные результаты Виртус ПРО на нескольких онлайн-турнирах На российских отборочных к Intel Extreme Masters в Киеве Ребята уступили только что собранному коллективу Грант и команде ЕЛТЗ Что стало настоящим шоком Вместо смаящихся на горизонте дерби с Moscow 5 Наши парни вообще остались без квоты в общей квалифайер Несчастья Виртус ПРО продолжились на квалификации к DreamHack Winter Где для них вновь вырисовывалась игра с Moscow 5 в четвертьфинале Однако поражение атлетовцев Pazmatis отменило рандеву двух закоренелых противников И досрочно отправило медведей в ВАУ Третьей неудачей для Виртус ПРО стало участие в Last Chance квалификации к Intel Extreme Masters Несмотря на качественные изменения в игре Новый состав вновь выдал пару валидольных матчей с не самыми именитыми соперниками И в итоге с минимальным перевесом уступил команде Vivo Algeria В том матче на The Dust 2 Виртус ПРО в целом, играя лучше соперника, умудрились отдать сразу несколько кошмарных раундов Хлесткая пощечина от представителей североафриканской КС-сцены Теперь Виртуса должны реабилитироваться за все свои огрехи на лане Учитывая темп тренировок, которые выдержали игроки в последние недели и их опыт Все может сложиться для наших очень даже неплохо В группе D с Виртус ПРО оказались Natus Vincere, Anexis, USSR и Sniper Squad Сомневаться в силах сильнейшей команды Украины и вице-чемпионов недавнего гранд-финала ESVC не приходится Может быть, Natus Vincere и не демонстрируют такой невероятной надежности, как полгода или год назад Но они до сих пор надежно удерживают за собой одну из строчек мирового топа А значит, в этой игре Виртусам будет нереально сложно Датчане из Anexis тоже не подарок Команда немного сбавила ход в последние недели из-за неопределенности с составом Но ниже своего уровня играет редко Скандинавские звезды у себя на родине наконец-то выходят на лидирующие позиции Подменяя развалившихся МТВ Такие турниры, как MSI Beated, должны стать для них своеобразным стартовым толчком Для обретения уверенности в играх на международном уровне Однако в матче против Виртус ПРО будет очень непросто Во-первых, наши не уступают оппоненту ни в опыте, ни в индивидуальной игре Во-вторых, поддержка в Киев-киберспорт-арене будет все-таки на стороне россиян На руку нашим играет и тот факт, что датчане приедут в украинскую столицу с молодым необкатанным Томас Биг Беком Нельзя Виртусам забывать и про своих соотечественников из USSR и Sniper Squad Если этим командам и суждено решить задачу по выходу из группы То без огорчений для Виртус ПРО тут не обойдется В свою очередь, победа над этими двумя пятерками практически гарантирует нашим участие в таковых матчах А там вновь маячат то ли Moscow 5, то ли Fnatic Болельщики ждут субботы и старта первых матчей с тем, чтобы оценить Много ли приобрела команда с уходом Романа Абрамова и камбэком Алексея Колесникова Сами игроки уверены, что они на правильном пути И если честно, эта уверенность вдохновляет Георгий Фалеев, Егор Морин, Кирилл Овсяников Для Virtus.pro.org